Международные резервы России с 31 марта по 7 апреля выросли почти на 7 миллиардов долларов. И в общей сложности превысили 600 миллиардов долларов, сообщил Банк России. О других интересных новостях этого дня расскажу в течение следующих 10 минут. С вами Наталья Храмова. Здравствуйте. Суд в Гаге обязал Россию выплатить нафтогазу Украины компенсацию в 5 миллиардов долларов. Как сказано, за активы, утраченные в Крыму. Об этом сообщает нафтогаз. Также Москва должна оплатить процессуальные издержки. В противном случае решение суда может быть исполнено принудительно на территории тех государств, где находятся активы России. В Кремле заявили, что российские специалисты проанализируют решение суда в Гаге. Действительно, эта тяжба имела место. Она не новая. Решение вместе с тем новое. Нужно проанализировать. И наши специалисты, которые занимаются защитой наших прав, в этом деле будут сейчас анализировать и принимать решения о дальнейших действиях. До вхождения Крыма в состав России у нафтогаза было 17 месторождений, 4 буровых установки, газотранспортная система, подземные хранилища и флот. Официально активы нафтогаза были национализированы решением парламента Крыма в марте 2014-го. Нафтогаз достаточно давно пытается заставить Газпром, заставить Российскую Федерацию выплатить различные космические компенсации. То за недопоставку газа, то якобы за инфраструктурные объекты, которые были экспроприированы у организации. Безусловно, многие компании независимые, оценщиков, говорят о том, что существенно нафтогаз завышает стоимость реальную тех или иных объектов. Даже если гипотетически предположить, что какая-то часть инфраструктуры принадлежала нафтогазу, безусловно, стоимость ее была вражцы ниже. В 2017 году нафтогаз подал в Международный трибунал иск к России с требованием возместить убытки. Среди активов были перечислены дочерние компании нафтогаза, в том числе Черноморнефтегаз, а также газ в подземном хранилище в Крыму. Суд вынес решение в пользу Киева в 2019 году. Вторая стадия разбирательства касалась размера компенсации. Киев требовал 10 миллиардов долларов. Москва ранее говорила, что не признает решение ГАГского суда. В ближайшие 80 лет Россия должна привлекать от 390 тысяч до 1 100 тысяч мигрантов, чтобы просто сохранить численность населения на уровне в 146 миллионов человек, как сейчас. Такой прогноз дали демографы из высшей школы экономики. Ученые рассчитали три сценария для восполнения естественной убыли населения при разных уровнях рождаемости. И даже при самом благоприятном из них прироста особо не будет. А в негативном сценарии и вовсе без миллиона мигрантов население России к концу столетия может сократиться более чем в два раза. До 68 миллионов человек. Эксперты говорят, на практике обеспечить приезд сотен тысяч мигрантов каждый год невозможно. А это означает, что население России с большой вероятностью ждет убыль. Был пик рождаемости, связанный с тем, что у нас синусоидная темография. То бугор, то яма. Но каждая яма новая глубже, а бугор меньше. Вот был бугор очередной в 13-14-15 годах, а сейчас мы ползем по дну ямы. Но зато к концу 30-х годов будет некоторое улучшение. Но это все не отменяет того простого факта, что при нашей в среднем полуторадетной семье у нас, соответственно, к концу столетия, ну почти, как не страшно говорить, это гарантированно уполовинивание всего населения. Численность населения России сокращается с 2018-го. В прошлом году она упала на 533 тысячи человек. Отмечу, ранее было опубликовано еще одно исследование, из него следует, больше всего на рождаемость влияют стрессы в экономике. А также рождаемость в России очень сильно зависит от выплат материнского капитала и уровня безработицы. Внутренний туризм в этом году может вырасти почти на треть по сравнению с прошлым годом, считает глава Ассоциации туроператоров Майя Ламидзе. А продажи в выездном туризме снизятся на 10-25%. В Атор говорят, спрос на зарубежные направления падает, в том числе из-за недостатка рейсов. При этом стоимость отдыха продолжает расти в обоих сегментах. Причина также в том, что дорожает и себестоимость транспорта. Глубина продаж в среднем эконом-классе по-прежнему невысокая. Дорогие туры люди предпочитают бронировать заранее. Кроме того, растет доля организованного отдыха. Самостоятельные туристы все чаще идут к агентам. По прогнозу Атор, самыми популярными направлениями летом будут Турция, Россия, Абхазия, Арабский Эмират и Египет. Также в топ может войти и Таиланд. При этом Турция в этом году может потерять 2 миллиона туристов из России из-за роста цен, считают туроператоры. И поясняют. Туры в эту страну до пандемии стоили 150-200 тысяч рублей, в прошлом году уже 300-350, а в этом сезоне ценник подскочил до полумиллиона рублей. Эксперты заключают, эпоха дешевого и доступного зарубежного туризма, начавшаяся в середине 90-х, закончилась. Дом РФ смог сохранить прибыль по итогам 2022-го. Она составила 30 миллиардов рублей, лишь на 3 миллиарда меньше, чем было в 2021-м. Это следует из отчетности компании по МСФО. Чистая прибыль в основном сформировалась за счет корпоративного бизнеса, а также вовлечения земли под строительство. При этом госкомпания существенно нарастила расходы на создание резервов под кредитные убытки. Часть из них связана с ростом кредитного портфеля на 40% за год. Размер активов Дом РФ увеличился более чем на триллион до 3 триллионов рублей. Напомню, что в начале 2022-го Минфин решил провести докапитализацию госкомпании на 50 миллиардов рублей за счет средств Фонда национального благосостояния. На эту сумму ведомство выкупило акции Дом РФ и стало владельцем доли в 30%. Осенью организация сообщила, что выплатит фонд первые дивиденды в размере почти 7 миллиардов рублей. Замороженные акции Банка России можно вложить в европейские гособлигации. считают в Еврокомиссии. Об этом сообщает газета «Дивельт». Доходность по таким бумагам оценили в 2,6% в год. Как пишет газета, это чрезвычайная мера, вероятно, возможно, с юридической точки зрения. В то же время, отмечает издание, в Еврокомиссии пришли к выводу. Передать российские активы Украине мешают правовые барьеры. И замороженные сейчас средства придется вернуть России после завершения СВО. По данным New York Times, в США также не торопятся с конфискацией российских активов. Американский Минфин полагает, что такие меры, цитата, «могут подорвать веру в доллар, который считается наиболее широко используемой валютой в мировой торговле. А другие страны будут опасаться хранить деньги в банках США из-за риска конфискации». О том, что заблокированные российские резервы на 300 миллиардов евро могут в дальнейшем направить на восстановление Украины, говорила в ноябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйн. В Москве неоднократно называли заморозку российских активов воровством. Минфин США разрешил Мегафону оказывать услуги связи, несмотря на введенные против компании санкции. Пресс-служба Мегафона объяснила Форбс, что генеральная лицензия разрешает услуги в области обеспечения связи и расчетов за них, а также дает право на экспорт, реэкспорт, продажу или поставки из США или американскими гражданами программного обеспечения, аппаратных средств и технологий, необходимых для оказания услуг связи через интернет. В Мегафоне заявили, что прямого существенного влияния на абонентов, в том числе в роуминге, ограничения не окажут, но оператор намерен их оспаривать. Apple уходит из Китая, одновременно расширяясь в Индии и Таиланде. Bloomberg сообщил, что доля производства iPhone в Индии увеличилась с 1 до 7% за два года. Тим Кук уже делал заявление, что компания будет снижать зависимость от Китая и наращивать производство в других странах Азии. Крупнейший подрядчик яблока Foxconn уже вложил сотни миллионов в Индию, но инвестирует он не только в нее, но и в Таиланд. Apple начала переговоры с поставщиками о производстве MacBook. Рыночная стоимость Airbus достигла 100 миллиардов евро впервые с 2020 года, сообщает Bloomberg. Тогда акции французского производителя рухнули из-за пандемии коронавируса и локдаунов. Однако сейчас авиасообщение восстанавливается, и Airbus поступают новые заказы на самолеты. В Airbus настроены оптимистично. Компания прогнозирует рост поставок в этом году, хотя из-за нехватки деталей возникли проблемы с производством самолетов А320. В этом году, по прогнозам Airbus, операционная прибыль компании составит 6 миллиардов евро, что больше, чем в предыдущем году. Криптобиржа «Банкрот» FTX смогла вернуть 7,3 миллиарда долларов для компенсации клиентам. Активы включают наличные, криптовалюты и инвестпродукты, которые впоследствии могут вернуть клиентам и инвесторам FTX. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на заявление юриста FTX Энди Дидериха. По его мнению, ситуация стабилизировалась. Этому в немало степени поспособствовал и рост курса криптовалют. Также он добавил, что сейчас FTX ведет переговоры с акционерами и инвесторами о возможном возобновлении работы криптобиржи. А еще FTX работает над планом по выходу из банкротства в соответствии с Кодексом США о банкротстве. План этот должен быть представлен до июля. Напомню, криптобиржа FTX считалась второй в мире по величине. Она обанкротилась в ноябре 2022-го, а за два месяца до этого оценивалась в 32 миллиарда долларов. Основателю FTX Сэму Бенкману Фриду предъявлено уже более десятка обвинений, включая мошенничество, сговор с целью обмана, халатность в управлении биржей и дачу взяток. Акции производителя предметов роскоши Луи Виттон Майот Хеннесси обновили исторический максимум после публикации квартального отчета компании. Сегодня на торгах в Париже бумаги группы в моменте взлетели почти на 5% и продавались за 878 евро 20 центов. Результаты превысили оценки аналитиков, в том числе благодаря снятию антиковидных ограничений в Китае и восстановлению международных пассажирских авиаперевозок. Открытие китайской экономики привело к тому, что потребители стали тратить деньги на предметы роскоши. И это в том числе отразилось на продажах французского концерна, пишет Bloomberg. Эти и другие новости из мира финансов в любое время суток на нашем ютуб-канале РБК Инвестиции. Заходите, смотрите, подписывайтесь. У меня на этом все. Увидимся в эфире РБК. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова